Хомо хомени люпус эс И это хорошо заметно в быстротечной городской жизни, как считаешь? Ну, это действительно так И более того, сейчас появляются инструкции по выживанию в городах Потому что без этого списка правил уже невозможно представить Какого-то безопасного для себя существования в мегаполисах Ибо так гласит закон джунглей Не случайно, поэтому мы с Натальей Рогалевой И Владимиром Утолкиным Назвали нашу передачу сегодняшнюю Которая будет посвящена безопасному городу Который называется городские джунгли Ну что, занимаем мы места за нашим столом Вы, пожалуйста, располагайтесь дома Вечер сегодня, 5 апреля, на часах 19.31 на студийных И у нас есть полчаса, чтобы поговорить сегодня о том Как же безопасно жить в нашем городе Омске Если вы собрались у телевизионных приемников Вы наверняка сейчас находитесь в безопасности И можете с пользой провести эти полчаса Потому что мы вас кое-чему научим сегодня Конечно, полезность это прям Любимая составляющая нашей программы Ну, развлекательность и интересность, конечно, тоже Так вот, вы, конечно, можете сидеть сейчас на диване Но при этом испытывать определенную тревогу Ну вот за то, что все равно Значит, жизнь, мало ли что может быть И этому мы посвящаем сегодняшний опрос Который уже у нас заряжен в соцсетях На нашей странице ВКонтакте Отвечайте, пожалуйста, варианты ответа На вопрос, страшно ли вам жить в Омске Да, я постоянно ощущаю угрозу для себя и своих близких Нет, ужасы нашего городка сильно преувеличены Омск ничем не отличается от других городов В этом плане просто нужно быть осторожным Это третий вариант ответа И я ничего не боюсь Я же амич Что я бы сказал, сродни в некотором роде супергерою Это еще один вариант Пожалуйста, пишите, оставляйте здесь комментарии Голосуйте И телефон прямого эфира неизменен 607044 Звоните и рассказывайте нам О всех случаях, которые привели вас к схватке с хулиганами Может быть, вы попали в какую-то криминальную историю И достоинством вышли ее Или вам кто-то помог В общем, делитесь своим опытом Как выживать в городских джунглях Да, потому что в этом случае лучше учиться на чужих ошибках Хотя, к сожалению, я думаю, что учат зачастую Только свои Ну, пока сам шишек не набьешь Знаешь, не запомнишь Что не нужно с незнакомцем входить в лифт Ну, в общем, не знаю На самом деле умные учатся на чужих ошибках А мудрейшие вообще их не совершают Так что, кстати, у нас же есть кое-что Чем мы можем поделиться Не с собственного, если опыта То, по крайней мере, можем рассказать Обще какие-то принятые правила Как себя правильно вести Ну, поскольку начали мы с информации о том Что существуют сегодня инструкции по выживанию Ведь это, знаете, действительно так Мы внимательно проштудировали Безграничные просторы интернетов И собрали для вас несколько рекомендаций По поведению Сухая выжимка интернета Прямо на вашем глазах Ну, и интернет, а здесь и комментарии специалистов Может, соловья басними не кормят? Да, и мы перейдем, конечно Вот среди тех ситуаций, в которых мы очень часто оказываемся Оказывается, например, ситуации, связанные с деньгами Вот, к примеру, мы пришли к банкомату И чтобы не быть таким соблазнительным объектом для правонарушителей Рекомендуют ставить банкомату как можно поближе Чтобы никто не видел, что вы делаете, какую сумму вы берете Обязательно смотрите на людей, которые рядом с вами стоят Если есть малейшие сомнения, сразу уходите от этого банкомата Не снимайте с него деньги И ни в коем случае не светите деньгами То есть демонстративно их не складывайте в сумку Все как можно тише и незаметнее Главное, не экономьте время за счет сокращения маршрута По темным всяческим закоулкам Потому что сократив путь, вы рискуете удлинить себе больничный Находясь в какой-нибудь больничке А вот еще один совет для женщин, кстати Так с интересом для себя отметила Рекомендует, ну, хотя думаю, что мужчинам Тоже, ну вот у женщин сумочка часто в руках Которая деньги, ценные предметы Так вот, рекомендуют сотрудники полиции Часть денег всегда носить, ну, там, допустим В кармане каком-то внутреннем, в куртке Чтобы в случае, вот если похититель со спины Как-то подкрадется Это все же незаметно всегда Очень быстро происходит И выхватывает сумочку У вас, допустим, телефон И некая сумма денег Там на проезд, на такси Всегда была с собой Ну и главное, если у вас вырвали деньги Махните на эту руку Не пытайтесь догнать бандита Тем более, если вам выражают В общем, не надо геройствовать Легче и лучше расстаться с какой-то суммой денег Которая все равно Насколько бы она крупной ни была Не равняется вашей жизни Вот еще тему такси затронули И это тоже, кстати, средство Такой повышенной опасности сегодня К сожалению, и если вы все-таки Не владеете личным транспортом И не хотите пользоваться городским Или не можете этого сделать Все-таки старайтесь вызывать такси Обращаясь в службу А не ловить попутку Это однозначно безопаснее Конечно, следите за тем, чтобы таксист Вез вас правильным и кратчайшим путем То есть не засыпайте в дороге Возможности Ну и, в общем, не худо бы, чтобы ваши знакомые знали На какую машину, в какую машину вы сели Какие у нее госномера В общем, проявляйте такие вот Элементарные правила безопасности И еще один такой крупный сектор В котором правонарушения тоже часто случаются Это, знаете, ситуации Когда поздним вечером Кто-то на кого-то нападает Да И вот воскресенье как раз считается Самым урожайным днем Для грабителей по статистике В общем, советы практически такие же Как с банкоматом Ходите там, где светло Есть люди Если поздно возвращайтесь с работы Старайтесь двигаться по освещенной части улицы Существует также понятие дистанции безопасности От полуметра до полутора Это расстояние, с которого человек может нанести существенный удар Старайтесь не допускать подозрительных личностей К себе так близко Если вы вдруг заметили, что за вами следят Так пристально идут и преследуют Не укрывайтесь в незнакомых подъездах или переулках Выбирайте самое людное место Магазин, кафе, оттуда вызовите такси Или попросите знакомых И обязательно осмотритесь Прежде чем ходить в лифт Чтобы никто с вами незнакомый не заходил Конечно И лучше, если в случае позднего возвращения Вас будет кто-нибудь встречать А лучше ходите вместе с кем-нибудь Лучше заведите себе большого друга Да, кстати Мне кажется, много сказали Но есть элементарная вещь И уже, к сожалению, часто говорят Что если вы кричите на улице «Спасите» Вот на эту просьбу к ужасу Реагирует редко Потому что, ну, то ли пугаются люди То ли считают, что это, знаете, так, там игра какая-то А вот на возглас пожар Как раз реагируют И вызывают, обращают внимание Поэтому, опять же, сотрудники полиции Вызывают большую красную машину Которая в течение пяти минут приезжает на место Именно пожар И я знаю, что детей тоже учат кричать Не спасите там А именно вот пожар Это пока слово, которое, ну, по крайней мере, гарантирует вам Чуть-чуть, ну, больше Можно еще что-нибудь придумать, кричать там Смотрите, я нашел тысячу долларов на дороге Чье это Знаешь, сегодня еще Вот, а я как-то думала, что девчонки вообще были уязвимы Ну, на улицах Ну, как бы, они были, ну, слабенькие такие Мы идем Что, пожалуйста, там, подходи, сумку убирай Ну, вот сегодня опять почитала Что, оказывается, допустим, на пары парень-девушка Нападают чуть-чуть пореже Вот мелкое такое дворовое хулиганье, скажем так Знаешь, почему? Потому что девчонки сильно визжат И этим самым привлекают внимание И вроде как-то вот статистически говорят Некоторые остерегаются от этого визга Который действительно может привлечь внимание То есть на пару юноша-юноша нападают часто Не знаю я тут на кого чаще Молодые люди, ходите парами юноша-девушка В общем, это и правильнее, и как-то логично выглядит Правильно? Старайтесь сбить с толку Вот если мы говорим о каких-то таких Вот опять же хулиганах дворовых Которые на окраинах вечерами встречаются в нашем городе Как и в любом другом Лучше проявлять самому неадекватное поведение А вот такие вот ребята, ну как их называют, гопники 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 А вот встречаются И о том, как же с ними вести себя Мы поговорим с инструктором по израильской системе тактической самозащиты Крафмага Андреем Федонькиным Он на связи с нашей студией Андрей Иванович, добрый вечер Добрый вечер Ну, скажите нам, пожалуйста, несколько дельных и эффективных советов Когда вы на улице встречаете, ну так, вечерком Компанию из двух-трех молодых людей Таких вот в шапочках, в курточках Как вести себя, чтобы не спровоцировать их И не поддаться на их провокации? Ну, в первую очередь Это они оценивают вас То есть ваш внешний вид Как вы ходите, как вы двигаетесь Ваша походка, ваша, скажем так Если вы зажаты, то есть на это очень сильно обращают внимание данные товарищи То есть, скажем так, не быть жертвой И не изображать в себе жертву То есть уверенная походка Пружинища, плечи расправить То есть сосанкой То есть вот это как бы основное Потому что изначально преступники изучают жертву И смотрят, как она выглядит А если они начинают, допустим, с какими-то вопросами обращаться Есть телефон или сколько время? Как тут быть? Молча уходить? Данные вопросы, это так называемая ловушка То есть они пытаются вас отвлечься Для того, чтобы схватить или ударить То есть ваша задача Вы, если идете, например, домой Или, соответственно, прямо мимо лавочки То есть не обращать внимания Ни в коем случае не останавливаться Проходить мимо И, соответственно, любые там оскорбления Скажем так, наезды Или пытаются вас схватить Руки лучше всего держать на уровне груди Или плечи Проходить мимо, как бы там Поправляя прическу, чтобы вас просто не схватили И быть бдительным, потому что ситуации бывают разные Ну, а если уж зажали тебя в угол Что надо? Бить первым? Или позволить пассивно избить себя и ограбить? Или сразу деньги отдать? Если нас окружили, то есть нужно действовать по ситуации То есть бить – это не вариант То есть как вариант нужно Есть специальные техники Как так называемый прорыв То есть вы пытаетесь прорваться через толпу Но и как можно быстрее убегать То есть вы можете, если вы начнете драться с ними А если их будет двое-трое Силы неравные, они вас могут просто поколотить Поэтому необходимо, в первую очередь, тактически заговорить Отвлечь внимание и убежать А они не побегут следом? Ну вот их же больше, они могут быть выносливее Или не бегают они обычно? Здесь получается как? Вы находитесь в опасной зоне То есть вы оказались в этой ситуации Естественно, лучше до этого не доводить Если вы оказались в том месте, где оказались И вас уже окружили То есть это уже проблема Поэтому лучше всего из опасного места убегать Потом есть надежда, что у них прокуренные легкие И слабые ноги, которые они на корточках просто изнахратили в конец И не могут уже бегать так же быстро, как вы Плюс, человек в состоянии стресса может автомобиль поднять Может вы стометровку пробежите быстрее олимпийского рекорда Так что все может быть Ну что, спасибо вам большое, Андрей Евгеньевич, за совет Спасибо большое Игорь Иванович, извините, пожалуйста Ну, в общем, тут понятно, что тактика тактикой Можно сколько угодно ходить сторонкой Но иногда, возможно, и столкнешься по лицам к лицу И тут нужно обладать определенными знаниями и умениями Конечно, лучше, конечно, записаться в какую-нибудь секцию Ну вот, на самооборону, например И поднимать свой личный уровень Ну и появится упругая походка Уверенный вид, расправленные плечи В общем-то, можно еще ваты напихать Так, типа, у тебя большие мышцы И ходить так Вот чего смеешься? На самом деле, одна фирма американская Специальные накладки продает Сделанные из такого полидритана И вот накладываешь, и такое ощущение, что у тебя под майкой Букрятся мышцы Но сегодня мы поговорим с человеком Нет, у меня нет таких накладок Надо было проверить Все свое ношу с собой Сегодня мы поговорим с человеком, который отнюдь не нуждается во всем этом У него тоже все свое А равно как и знания, которые он получил Благодаря многолетним, многолетним тренировкам Я еще раз напомню номер прямого эфира 607044 Звоните, рассказывайте о том, чем закончилось ваше столкновение с преступниками Какого опыта вы набрались Или вопросы нашему гостю, которого мы приветствуем в студии программы «Тот еще вечер» В гостях у программы «Тот еще вечер» Президент Федерации Тхэквондо Омской области Вячеслав Неделько Сегодня, считает Вячеслав Сергеевич Нужно воспитывать в молодежи не только уважение к старшим и младшим, но и к соперникам Своих воспитанников инструкторы Федерации прежде всего учат избегать применения силы Но в случае необходимости драться нужно с честью и по правилам Бой – это искусство, которое требует не столько силы, сколько ума А уметь защитить себя и близких должен каждый Мы приветствуем вас в нашей студии, Вячеслав Сергеевич Я так понял, главный прием, который характерен для всех видов борьбы Чтобы избежать встречи с хулиганами, надо измотать их бегом Каратисты, тхэквондисты, кто угодно, правильно? Да, верно, такое есть Ну, естественно, лучше не попадать в такие ситуации Лучше всегда избегать, лучше обойти это все стороной Это говорит человеку, у которого черный пояс, между прочим, да? И который, в общем, не боится встретиться один на один с любым соперником Да, понятно, что можно встретиться, можно и там, когда будет два и три соперника Но лучше всегда это избегать, чтобы не попадать в эту ситуацию Если даже вдруг такая ситуация возникла, то лучше постараться словом отойти, уйти из этой ситуации А вам приходилось на практике как-то объяснять людям, что ну не надо, ну зачем тебе это надо? Зачем ты подходишь к незнакомому человеку и пытаешься навязать ему свои какие-то криминогенные действия? Скажу, если не было таких ситуаций, скажу неправду Да, были такие ситуации, приходилось объяснять человеку Когда-то это люди понимали, когда-то нет Ну, естественно, всегда все было в рамках дозволенного, чтобы просто остановить, не покалечить Потому что мы, занимаясь спортом, мы занимаемся этим долго Мы знаем, что можем нанести какой-то урон человеку Ну, вообще, на самом деле, то, что я вот знаю про Тхекланду, это такое многоуровневое нечто, да? Начиная с философии, какой-то совсем легкой гимнастики, там вплоть до дыхательной И заканчивая уже довольно серьезными физическими нагрузками Вот это духовная составляющая, она чему учит? Естественно, мы, вначале, когда к нам приходят спортсмены начинающие, мы, помимо того, что начинаем их обучать технике Тхекланду, мы, естественно, преподаем как до духовное Мы их учим, чтобы они всегда были честными, чтобы они уважали своих родителей, учителей, уважали старших, уважали младших Мы им объясняем, что другие люди такие же, как и вы, что им так же больно, что они так же переживают и так далее Вот, поэтому, когда спортсмен уже овладевает какой-то техникой И он может даже нанести, то есть, хороший, там, сокрушительный удар Он этого делать, как правило, не будет Потому что к этому моменту, когда он уже этому научился, он уже понимает, что этого делать не нужно Это только в случаях неизбежности Я вот, когда общаюсь, вот сейчас с вами общаюсь с другими представителями восточных единоборств Мне всегда очень приятно, что вот такая уравновешенная позиция Как-то люди сами внутри себя очень уравновешены Мы сейчас говорим о крайних ситуациях, когда встречаемся с хулиганами Но, наверное, это вообще помогает по жизни в любой ситуации Просто мы сегодня говорим о выживании в городских джунглях Наверное, вообще в любой ситуации жизни в городе это должно помогать каким-то образом Знаете, дети, которые занимаются, во-первых, они, допустим, выступают на соревнованиях У них нету страха перед публичным выступлением Они становятся более раскованными У них становится много друзей И, как правило, которые занимаются, спортсмены, они достигают по жизни какие-то, занимают руководящие должности То есть это, как правило, успешные люди Я знаю так, что школа Техванда Омска, ну, скажем так, отнюдь не последнее место занимает у нас в стране Правильно? На последних соревнованиях окруженных все призовые места Амичи взяли к нашей немалой радости Да, проходил недавно Кубок Сибири И участвовало 10 регионов, 850 участников И во всех возрастных категориях Амичи взяли первое общекомандное место Ну, это здорово, на самом деле Но победы победами На самом деле мне приятно, что вот в Омске эти десятки, сотни ребят, которые пришли к вам и вообще по стране Они, по всей видимости, я так понимаю, уже никогда не сядут на улицу и щелкать семечки, пить пиво и курить сигареты Это мое такое радужное восприятие действительности или на самом деле так и есть? Так оно на самом деле есть, потому что, во-первых, когда они занимаются, им уже некогда этого делать То есть они много времени проводят в спортзале И, естественно, мы им это прививаем, что этого делать не нужно Если есть свободное время, то лучше почитать книгу, потренироваться и так далее, сделать какие-то уроки А остаётся время почитать книгу? Я знаю, что если серьёзно чем-то заниматься, то прямо у вас же по две бывают тренировки Мниги по тэквондо остаётся время почитать, это точно То есть смысл такой, что всё зависит, конечно, как правильно распределить свой распорядок Я вот ещё вернусь к теме самообороны, поскольку это тоже одна из дисциплин, да Вот это такое условно многоборие тэквондо Когда родители привозят к вам детей в секцию, да, там, в 6-5-летнем возрасте И говорят, я хочу, чтобы ребёнок мой умел, ну, оборонить себя Это правильный посыл, с которым нужно вести сюда ребёнка? Родители есть такие, которые не понимают или ждут других результатов И там забирают ребёнка, потому что его не учат калашматить или убегать На такое есть, значит, когда родители, как правило, переводят Они говорят, вот что хочу, чтобы он учился, драться жёстко Во-первых, мы сначала ему преподаём духовное Воспитываем физические качества, как сила, ловкость, гибкость, выносливость, быстрота И мы не учим, чтобы он сильно, жёстко бил Мы преподаём ему сначала, ну, понятно, что технику И он потихоньку-потихоньку начинает развиваться И наша основная задача, что он сразу не научится Естественно, это идёт процесс, то есть не месяц Это то, долгий путь Да, и вообще правильно заниматься Не то, что там месяц-год позанимался и всё Правильно нужно заниматься всю жизнь То есть мы до сих пор тренируемся, все занимаемся постоянно Тренируемся тэквондо То есть посыл на то, чтобы человек стал бойцом неправильно Человек должен стать личностью, я так понимаю Да, что потом я хочу, чтобы он научил драться, это неправильно То есть в первую очередь, да, чтобы он стал личностью А бывают неудачи, сбои? Ну, допустим, бывают такие ситуации, ребёнок, допустим, не занял призовое место на соревнованиях Родитель, как правило, там, а, всё, ты ничего не можешь, всё, забирает ребёнка Это, естественно, неправильно Нужно, наоборот, поддержать Существует, как бы, звено Родитель, тренер и ученик Вот этих три звена, то есть должны вместе работать, то есть в одном направлении Если родителю не интересно, значит, естественно, как бы, ну, уже всё выпадает Поэтому мы все должны идти к одной цели То есть родитель, спортсмен и тренер Ну, поскольку вы у нас в гостях, давайте возможность вам предоставим Немножечко, может быть, похвалиться Всё-таки разные системы и комплексы существуют Единоборство есть, просто рукопашный бой, да? Карате, тэквондо, дзюдо, всё что угодно Почему, на ваш взгляд, надо вот именно к вам идти? Ну, во-первых, в тэквондо есть несколько дисциплин Это как у нас соревнования проводятся по спаррингу По формальным комплексам Это туль? Туль, да Измерение сил удара, называется верёк спецтехника Тыки, это прыжки ногами, удары ногами в прыжке в высоту И традиционный спарринг, есть заранее оговорённый бой Допустим, если у нас спарринг проходит, он лёгким контактом Во избежание травматизма Естественно, поэтому у нас все спортсмены, наши долгожители И девчонок очень много у вас занимается Да, потому что это неполный контакт И как можно, то есть проходит мало травм во время соревнований Потом также, если, допустим, кто-то не хочет выступать по спаррингу Они могут выступать по формальным комплексам туль Также выступать, занимать призовые места И также быть победителем, призёром Вот на соревнованиях, где мы с вами познакомились Меня поразило, когда я снимал Много девчонок И все прекрасно выглядят Вот это на самом деле один из показателей Вот как у нас бывает какой-то вид борьбы и что-то перекачано Либо плечи вот такие, да Либо там ещё что-то, пресс невероятно мощный А здесь девушки сохраняют свои женственные формы А при этом приобретают навыки, которые им в жизни определяны Ну, почему бы и нет Ну, раз надо кого-нибудь фуфайкой по квадрату погонять, мне кажется Правильно? Вот это удивительное сочетание женственности и силы Кстати, девчонки-то все уравновешенные, спокойные Нет у них истеричек Да, все спокойные, естественно Которые, как я уже говорил, ещё раз повторюсь Те, кто занимаются спортом Если это правильно всё направить То они как правильно все спокойные, уравновешенные Здоровые люди Балансированные 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 Слав Сергеевич, кстати, первый раз сегодня в прямом эфире Посмотрите, как он спокойно себя чувствует и уверенно А это, я думаю, как раз и есть тот самый плюс От того, что долго занимаетесь Вы, кстати, сколько лет занимаетесь уже? С 93-го года я начал сначала заниматься каратэ И потом друзья мои посоветовали тэквондо Я пришёл и вот как-то раз пришёл и остался и до сих пор в тэквондо Ну вот я опять же к теме Я хожу, я живу в нефтяниках, там темно и страшно И мне тоже хочется Там не светлые улицы Для взрослых Тэквондо имеет какую-то планку, после которой уже не стоит приходить, учиться, держать спину, уметь думать А, кстати, есть возрастной предел, действительно очень интересный Или это... Я понял ваш вопрос Пока человек дышит, он должен заниматься Но ведь определённо, если ты начал в детстве заниматься, ты чего-то добьёшься А если ты пришёл там не растянутый, ты уже весь скукоженный, сморщенный Чему ты сможешь научиться? Я сам начал заниматься тэквондо в 18-19 лет Ну так это же ещё молодость Ну, по крайней мере, не в 6-7 лет И можно заниматься, приходит к нам и в 30 лет, и в 40 лет занимается И доходит до чёрного пояса До чёрного пояса до 40 лет? Да, конечно То есть самое главное, чтобы поставить себе цель, задачу И они дошли до чёрного пояса, они на этом не бросают Они дальше занимаются, занимаются Многие даже становятся преподавателем, преподают тэквондо Не хулиганят тэквондисты? А мы это прививаем, чтобы этого не было То есть они всё спокойные, уравновешенные дети Я просто ещё говорю, представьте, за сколько клуб в Омске? 10 лет федерация? Вообще я начал тренировать с 1998 года Клуб мы открыли, Скорпион, с 2007 года И в 2007 году он насчитывался примерно около 100 человек А сейчас счёт на тысячи Прошло 10 лет, да, сейчас тысяча человек То есть это, понимаете, на тысячу хулиганов меньше Вот, и мне, кстати, это очень нравится Не надо увеличивать штат полиции Не надо дружинников привлекать Казакам повязки вешать, чтобы они улицы патрулировали А элементарно детей просто отвезти в секцию Лучше открыть лишнюю секцию, хотя она не может быть лишней, да? Они всегда полезны Да, и в итоге что у нас получится? Можно сокращать... Боже мой, господа полицейские, не копая под вас яму, но можно как-то облегчить вам жизнь просто вот таким вот образом И на самом деле, мне кажется, это очень здорово, когда проблема решается не в лоб, а как нас всегда учит восточная мудрость, пытаясь найти обход И это всегда тебе позволит более просто и с меньшими затратами решить эту задачу Таким образом, дорогие... То есть ваш совет, сейчас еще скажешь Я просто хочу, практично для себя, жителей темных нефтяников Если я иду и у подъезда стоят непонятные молодые люди в темненьком, мне лучше пройти мимо и подождать, когда они рассосутся Где-то к часу ночи они разойдутся, да? Я думаю, что лучше пройти, зайти в свой подъезд и... И захлопнуть перед их носом дверь Да, да, не обращая на них внимания Хорошо И показывать ля-ля-ля из окна Если же все-таки они начали приставать, то я думаю, что есть болевые точки, по которым можно нанести... Голень я узнала, что проще попасть по голени Да, ну в пах у мужчин тоже очень болезненно И все, и потянуть Девчонки нефтяников Все заниматься спортом И это тоже Это полезно Это полезно, как с точки зрения уменьшения криминогенной обстановки Это полезно для вашего здоровья И вообще вы все будете очень веселыми, спокойными, уравновешенными людьми Вот как наш сегодняшний гость Сделаем мир лучше вместе Спасибо вам огромное, что пришли, ответили на наши вопросы Было очень интересно Я думаю, что вообще много осталось еще за кадром Но мы как-нибудь встретимся и еще пообщаемся, хорошо? Спасибо Владимиру, спасибо Наталье Вам спасибо До свидания, уважаемые зрители Всего доброго Ну вот такой замечательный человек побывал у нас в гостях И главное, что он донес Не обязательно быть сильным, быстрым и ловким А главное быть уравновешенным, спокойным И знать элементарные правила выживания в джунглях большого города Это тоже, понимаете, просто так не рождается И большая забота родителей детей воспитывать И большая забота взрослых за собой следить И за подросшими детьми тоже В общем, нужно быть осторожным и начеку вот в этом деле Я с тобой согласен, что думают телезрители по этому поводу Как они на голосование? Мы спрашивали, страшно ли вам жить в Омске И большинство респондентов, 47%, практически 48%, ответило, что Омск ничем не отличается от других городов в этом плане Нужно быть осторожным Ну, в общем, с достаточной долей такой осторожности и аккуратности жить Постоянно ощущают угрозу для себя и своих близких 19% Вот даже одна из телезрителей написала, что страшно от пьяных за рулем и наркоманов Ничего не боятся, потому что они омичи 22% И вообще ничего, потому что, ну, ужасы городка сильно преувеличены Это мнение 11% Ну что ж, замечательно, мне больше всего нравится вот именно этот взвешенный, трезвый подход людей Которые считают, что надо просто грамотно вести себя в разных ситуациях Не дерзить, не нападать никого Как говорит один мой знакомый, не размахивай пачкой денег И веди себя пристойно, и на тебя никто, в общем, нападать и не будет Ну да, аккуратно себя вести надо И с достоинством идти надо Страшновато так Ну, страшновато, оно везде страшновато На самом деле от всего не убережешься Ну, действительно, если ты видишь какую-то незнакомую компанию Ну, обойди ее Ну, надо подходить к этому как-то более, что ли, разумно Ну, понимать, что... На рожон лезть не надо, вот это точно Вот это хорошее Провоцировать не стоит А жить, ну, согласно тем рекомендациям, которые говорят полицейские Мы инструкторы, да? Чем плохо? Ну да, в общем И качайте ноги, качайте ноги Быстро бегать, это залог вашего спокойствия Вот таким сегодня выдался вечер Вместе с вами его провели Владимир Мутовкин И Наталья Рогалева Увидимся с вами завтра в 19.30 на 12 канале И поговорим об экологии мусоря в нашем городе Берегите себя и хороших вам вечеров Редактор субтитров А.Семкин